Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляем с воскресным днём. В эти дни по празднеству Успения Пресвятой Богородицы мы с вами собираемся в Божьих храмах, чтобы прославить воскресшего Христа Жизнодавца. Каждое воскресенье для православно верующего человека – это Малая Пасха. Это когда радость, победы жизни над смертью, победы добра над злом, победы истины над ложью торжествуют, и всякий верующий человек не может усидеть дома, разве только по болезни. А все верующие собираются в Божьих храмах для того, чтобы прославить, поклониться Святому Христову воскресенью. И это было с самого начала проповеди Иисуса Христа. Там, где были дети, они стремились ко Христу. И вот сегодня евангелист Матфей как раз напоминает нам, что после того, когда, окружая его большое количество людей, всякий раз хотели прикоснуться к Иисусу Христу, послушать Его и исцелиться от недуг своих. И мы с вами стремимся исцелиться от своих недугов душевных и телесных, приходя в Божьи храмы. И это абсолютно правильно, потому что Христос и Бог, и Целитель наш, Он исцеляет наши души, Он прощает наши грехи, по причине которых мы в большей степени страдаем и мучаемся. И после оставления грехов человек получает избавление, исцеление жизни. И вот, рассказывая сегодня о событии, которое произошло сразу после исцеления детей, евангелист Матфей передает нам удивительное событие, когда некий человек, подойдя к Иисусу Христу, и говорит ему, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Почему здесь так отвечает Иисус Христос этому человеку? Во-первых, он видит, что этот человек приступает к нему с искренним желанием узнать, и потому спрашивает учитель, он хочет в него научиться. А так как он видит в нем только учителя, а не видит Бога, потому что Бог благ, и Он един благ во всей вселенной. Христос как бы поправляет его. Един Бог благ. Вот к какому истинному благословению и пониманию обращает этого вопрошающего человека Христос. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Давайте обратим внимание, с каким вопросом подошел этот некий человек. «Господи, что мне сделать, чтобы иметь вечную жизнь?» Посмотрите, какими вопросами были люди озадачены в то время земной жизни Иисуса Христа. А разве сегодня этот вопрос не стоит для каждого из нас как самый главный? «Господи, что мне сделать, чтобы спастись, чтобы иметь вечную жизнь с Тобою, Господи?» И вот тут мы слышим простой ответ Иисуса Христа. «Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Как часто современные люди, да и родители, не знают заповедей. Спросишь, он говорит, ну не убей, не укради, почитай родителей. А как можно это соблюдать, если нет любви и понимания, что первая заповедь – это «возлюби Господа Бога твоего». Как можно без любви к Богу возлюбить ближнего? Как можно без любви к Богу не обманывать, не лукавить, не хитрить? Сколько в нас этого желания от поврежденной нашей человеческой природы. Это себелюбие, тщеславие так окружает каждого из нас, что мы забываем о ближнем, о его нуждах, о его проблемах, о больных, о страждущих, о голодных, о бедных. Кто сегодня вспоминает? Сегодня люди живут для себя. Забывая заповеди, нельзя соблюсти заповеди, а значит, нельзя спастись по слову сегодня, сказанному Христом, этому человеку. Если хочешь иметь жизнь вечную, соблюдай заповеди. Вот это первое условие для желающих не просто прийти в храм, не просто поклониться воскресению Христову, а услышав слово Христово, это не наше слово. Я специально вынес текст Евангелия, чтобы из первоисточника произнести вам именно так, как говорит Христос, чтобы вы слушали Христа, потому что блаженны, слышащие слово Божие и хранящие, то есть исполняющие, сохраняющие в сердце эти слова. Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди, и говорит тогда ему вопрошающие. Какие? И Иисус же сказал ему, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя. Для того, чтобы понять, почему Христос говорит о этих наименьших заповедях, нам надо понять ту удивительную мысль, почему Христос, обращая внимание именно на них, говорит на то, чтобы ты сначала уклонился от зла. Потому что нельзя ругаясь с родителями, нельзя обижая других, нельзя присваивая чужое себе, вообще с тобой говорить о Боге. Ты сначала вот от этого немножечко отодвинься, немножечко оставь эту греховную жизнь, а тогда подними глаза к небу и вспомни, Бог есть, и Он видит, и Он ждет тебя, и готов благословить тебя, если ты оставишь злая и сотворишь благо. Юноша же говорит Иисусу, все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне. И Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за Мною. Вот в этом месте очень многие притыкаются. Что нам сейчас выйти, все продать, все раздать и уйти? Вот как понять это место, потому что многие, читая это место, немножечко говорят, нет, это не для меня, это не про нас. Это про тех апостолов, это про монахов, которые все оставили, пошли за Господом. Нет, нет, это не для меня. А некоторые даже закрывают Евангелие, говорят, вообще христианство, это не для меня. Посмотрите, как все живут для себя, и я буду для себя жить. Это высоко, это не для нас. Это неправильно. Если ты хочешь спастись, соблюди заповеди. И вот здесь мне хотелось бы указать вам на эту главную мысль, о чем говорит сегодня Христос этому человеку. Но если ты хочешь быть совершенным, то тогда иди раздай все, что имеешь. Продай нищим и следуй за Мною. И будешь иметь награду на небесах. Нужно сказать, что у Бога обителей много. Есть те, которые просто соблюдают заповеди, и ты поступаешь хорошо, и уже спасешься. Тот, кто соблюдает заповеди, спасется. А тот, кто сможет еще что-то от себя уделять, и не все своим считать, а еще задумается, а как из своего еще другим, малоимущим помочь, тот будет иметь награду на небесах, потому что у Бога обителей много суть. Что же происходит дальше? Услышав это слово, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное. У учителя 4-го столетия, святителя Иоанна Златоуста, есть еще одно удивительное сравнение. «Легче канату якорному и ему пройти сквозь ушко иглы, то есть его все равно можно по ниточкам как разобрать и проткнуть в эти уши игольные, чем богатому войти в Царство Небесное». А почему так стоит ребром вопрос? У богатого, у человека нет меры, он повреждается своим богатством, как правило. За редким исключением, кто может свое богатство еще что-то уделять. Поэтому богатый человек, как правило, не очень заботится о нищих, о бедных, больных, но тот, который придет к вере в Бога, начинает об этом задумываться. Знаете, что в своей 43-й беседе на первое послание к Коринфянам святой Иоанн Златоуст пишет, какой дает совет христианам? Он говорит, заведи себе ковчежец и поставь его рядом с местом, где ты совершаешь свои утренние и вечерние молитвы. Это он для мирян говорит как раз. Вот такую чашечку или там какую-нибудь там, ну, любую такой, какой-нибудь сундучок, там, коробочку. Положи рядом, где ты молишься. И прежде, чем ты приступишь к молитве, возьми от своей трудовой копеечки, положи туда нищим, бедным или на церковные нужды. Почему, говорит, потому что если у тебя мало, не носи по копейке, по 10, по 5. Собирай. И апостол Павел как раз там пишет, что в день недели начинайте собирать. Когда он придет, они как раз собирали на нужды церкви, на нужды святых, на нужды проповедников слова евангельского. Начинай собирать в неделю, то есть в воскресный день особенно. Не надо, может быть, приносить мало. Собери побольше. Но собирай вот от трудовой копейки, не ту, которую ты, может, получил каким-то неизвестным путем, а ту, которую ты заработал. Вот отдели от нее десятинку и положи в эту коробочку. И пусть она лежит. Святитель Иоанн даже советует, положи эту коробочку рядом со своей постелью, и сон у тебя будет крепким. Представляете, как пишет святитель Иоанн Златоуст? Это святая коробочка. Это святой сундучок какой-нибудь, копилочка какая-то. Но не для себя оттуда я возьму, а для ближних, на нужды церкви, на роспись, на что-то полезное. То есть не мое, я отдал Богу. Вот таким образом потихонечку человек начинает не только о себе думать, потихонечку начинает думать о других. Сначала понемножку, потом больше, потом еще больше. И вот это малое делание приводит к высокому, которое уже действительно сподобляется награды на небесах. И потому, услышав это, ученики Иисуса Христа весьма изумились и сказали, «Так кто же может спастись?» А Иисус, возрев, сказал им, «Человекам это невозможно, Богу же все возможно». Вот этими словами заканчивается сегодня евангельское благовестие. Вот давайте прислушаемся к словам Христа, который сказал тому юноше, который захотел спастись. «Что мне делать, Господи, чтобы иметь жизнь вечную?» Соблюди заповеди. Аминь.